Девчонки, всем огромный спортивный привет! Неделю назад я вам показала второй комплекс упражнений и я надеюсь, что вы вместе со мной ежедневно тренировались по мере своих возможностей. Как раз сегодня Гуара Витясян объявила стоп-перерыв, точнее в своем марафоне Тюнингуй из Гуар. Завтра мы продолжим делать ежедневно макияжи в рамках ее марафона. Но сегодня по традиции, спустя 7 дней, я вам показываю снова комплекс тренировок, чтобы к лету мы с вами были подтянуты, красивые, со стройными ножками и упругими ягодичками. Одно из моих любимых упражнений, сейчас первое, вы можете наблюдать его технику выполнения, только колени нужно не так сильно выпирать вперед. Это моя привычка и очень, кстати, хорошо, что можно снять на камеру, я и вам рекомендую так делать, хотя бы для себя. Вы можете со стороны посмотреть, как вы исполняете упражнения. Зеркало, как вы видите, не всегда лучший помощник, лучше все-таки на камеру. Это хорошее упражнение, приседы с махами ноги в сторону, очень мышцы чувствуются после него. И я здесь сделаю перерыв, я отдыхаю. Вы тоже смотрите по своему самочувствию, сколько раз я не требую там конкретное количество раз. Я приблизительно могу советовать вам делать 20 раз, но 4 круга. После чего вы можете отдохнуть, попить водички, и мы с вами будем делать вот такое вот упражнение. Тоже я его не совсем правильно начала делать, но суть его такая, что вы прыгаете, а потом ложитесь в упор лежа. И нужно делать быстрее, чем я, и ровнее тоже, чем я, желательно, конечно. Очень активирует все мышцы и тоже 4 подхода. После этого упражнения мы с вами переходим к бегу на месте. На этом этапе уже хорошо чувствуется разогретое тело, и самое время переходить к упражнению. Я его так называю скручивание, не знаю, наверное, он так и называется правильно. Я уже забыла всю терминологию. И лишь могу сказать, что тут не переусердствуйте. Делайте так, чтобы вы чувствовали натяжение на спине. В общем, тут нужно очень хорошо уметь чувствовать свое тело, и сильно я бы не рекомендовала сразу делать. Если вы начинаете первый раз его делать, то не спешите. Лучше к концу недели постепенно увеличивайте нагрузку. Следующее упражнение – болгарские выпады. И на мой взгляд, это самое эффективное упражнение в домашних условиях. Если у вас нет утяжелителей, то только с таким упражнением очень быстро можно привести ягодицы в порядок. И прям чувствовать, как разогреваются мышцы ног, верхняя часть. Я обожаю это упражнение. И тут главное делать правильно. Его 90 градусов должно быть на обеих ногах. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Следующее упражнение – это касание коленями пола в положении планка. И на первый взгляд это кажется очень легко, но поверьте, это знаете, как в шутке. Если ты думаешь, что одна минута – это мало, то вы, наверное, никогда не стояли в планке. Так оно и есть. Это очень напряженное упражнение. Даже не знаю, как его описать, это нужно почувствовать. Каждое упражнение я рекомендую делать по 4 подхода. И вообще, девочки, хочу вас похвалить. Те, кто дошли со мной до этого момента, до этой недели, вы огромные молодцы!